От Советского Информбюро Хозяева, есть кто живой? Письмо вам! 4 февраля 1942 года Добрый день! Здравствуй, Маруся! Дочь Тома, мама, Миша Шлю я вам свой красноармейский привет и желаю много хорошего в вашей жизни, особенно здоровья Маруся, посылаю я тебе удостоверение, может оно тебе зачем потребуется Маруся, если тебя очень затрет в жизни, то отпиши, я постараюсь Тому устроить в ясли Маруся, если тебе что потребуется, то продай, что есть мое, мне ведь ничего не надо Продай костюм и все, что есть моего, не жалей ничего, только береги Тому Если будешь мне писать, то пиши про все и про Тому Маруся, которые ребята выехали вместе со мной из Ярославля, то нас разбили врозь Хотя они тоже в нашей части, но обо мне теперь не беспокойся, нам одна задача Бить немецких захватчиков Пока, до свидания, пиши ответ Полевая почта, станция номер 639, 54-й кавалерийский полк, 44-я кавалерийская дивизия, 1-й эскадрон В нашей семье хранится письмо из 42-го Мой дедушка писал его своей жене и маленькой дочери Василий Михайлович работал молотобойцем на механическом заводе в Ярославле Рабочим на заводе давали бронь, не исключением был и мой прадедушка В феврале 1942 года он ушел на фронт добровольцем Воевал в составе 1-го и 2-го гвардейских кавалерийских корпусов минометчиком Дедушка погиб 9 января 1944 года Захоронен в братской могиле под Гомелем Моей маме было меньше года, когда ее отец ушел на фронт Она знает его только по фотографиям, что остались до военной поры И по этим строчкам неровного почерка на пожелтевшем листке бумаги Вы слушали подкаст «Письма войны хранить вечно» Ищите нас на сайте Бессмертного полка мойполк.ру В Яндекс.Музыке, Айтюнсе и в приложении Букмейта До новых встреч!